здравствуйте сегодня у нас классический проигрыватель пластинок начало 80-х годов модель пионер или 4т проигрыватель внешне практически как новый не считая может быть небольших чуть-чуть царапин на крышке прекрасно сохранилась этикетка которая стояла на крышке при продаже но хозяева даже не стали ее снимать я тоже не стал снимать это дает определенный шарм этой коллекционной модели в этом проигрыватели есть абсолютно все что вы хотите от проигрывателя пластина в нем есть прямой привод с кварцевой стабилизации полный автомат режим повтора трубокоп хотя трубокоп при кварцевой стабилизации не очень понятная вещь классический s-образный тонарм регулировкой антискейтинга до трех грамм проигрыватель имеет просто замечательные технические характеристики которые можно прочитать в описании к видео я там некоторые технические характеристики выложил два слова ремонте попал этот проигрыватель ко мне с неисправной автоматикой но как выяснилось кто-то уже пытался что-то сделать автоматикой и неправильно дел крышку и неправильно совместил рычаги но помимо этого нужна была чистка самого механизма автоматики механизм здесь приводится в детстве от основного двигателя и плюс еще шестеренка которая насажена на на вал основного двигателя треснула и при этом при больших усилиях например в режиме повтора когда там сдвигаются достаточно большие рычаги она проскальзывала и повтор работал не очень хорошо значит шестеренку я просто приклеил она была запрессована я ее просто приклеил на основной вал тщательно вычистил весь механизм привода правильно одел крышку на проигрыватель и все заработало просто прекрасно проигрыватель оборудован звукоснимателем пионер пищи 135 по паспорту штатная игла была сильно погнута я ее выпрямил но это конечно не самый лучший вариант у меня в запасе было две иглы от аналогичных звукоснимателей одна японская диаметром 0 5 мил другая но не знаю какого производителя автомаркет скорее всего тонар потому что я покупал у одного голландского продавца и скорее всего она имеет стандартный диаметр заточки 0 7 мил звук вы сможете послушать в конце презентации там по традиции мы послушаем пластинку что еще можно сказать естественно потребовалось маска микролифта я сейчас уже точно не помню как ой вятки использовал масла но в результате получилось очень неплохо сейчас микролифт работает мягко без особых проблем помимо всего прочего проигрыватель оборудован очень тонким мотором прямого привода на на самом тонким в индустрии того времени что позволило сделать корпус очень тонкий и очень эстетичный помимо этого еще проигрыватель оборудован независимой пружинной подвеской группы тонар в двигателе вот видите вот такая независимая пружинная подвеска что обеспечивает очень высокий уровень защиты от вибрации при воспроизведении пластинок этот проигрыватель выпускал то с 1979 по 1982 год в японии по данным базы проигрывателей пионер стоил он 199 долларов согласитесь прекрасная модель за достаточно разумную цену я купил этот проигрыватель не помню точно за сколько но я думаю меньше чем за 50 долларов без доставки я считаю более чем прекрасная цена за модель в таком отеле личном рабочем состоянии посмотрим органы управления первая слева кнопка это переключатель скоростей стандартные скорости 33 45 дальше окошечко стробоскопа я честно говоря не очень понимаю зачем кварцевом приводе сделать стробоскоп но наверно в те годы так было принято как видите по стробоскопу скорость очень стабильная впрочем ничего другого и не надо ожидать его от фактического привода скварцевой стабилизации в описании к видео я разместил технические характеристики устройства там можно посмотреть насколько стабильно устройство поддерживает скорость ну я сразу скажу что на слух заметить нестабильной скорости в этих приводах невозможно можно увидеть это только с помощью специальных приборов дальше переключатель размера пластинок для автоматической установки что характерно этот проигрыватель поддерживает три типа размера то есть и классические 30 сантиметров 17 сантиметров то есть гиганты 45 по еще размер 25 сантиметров это пластин промежуточного размера у меня в коллекции есть несколько таких сайт пластинок который я очень люблю послушать и не этот размер очень даже к месту дальше кнопка включение отключения повтора проигрывания пластинки и кнопка старт-стоп теперь посмотрим как работает проигрыватель в ручном режиме поднимаем микролифт подводим канар видите начинается вращение и вращение диска опускаем и собственно говоря все воспроизведение началось чтобы вернуть на место можно либо вручную либо с помощью кнопки старт-стоп вот сейчас станар вернется на место и опустится теперь давайте посмотрим автоматический режим автостоп и режим повтора но мы установили размер пластинки 30 сантиметров то что нам надо чтобы сразу установить режим повтора нажмем кнопку повтор и теперь нажмем кнопку старт-стоп начал вращаться диск поднялся тонарм сейчас он станет на начало опуститься началось проигрывать ну чтобы долго не ждать и я сейчас перемещу тонарм к концу пластинки и мы увидим как сработает автостоп и как сработает повтор вот сейчас в конце пластинки находится тонарм сейчас доиграет пластинка вот пошел на вылет тонарм поднялся вернулся к стойке но так как он отключен повтор он начнется проигрывать сначала плотинку чтобы выключить повтор надо снова нажать кнопку повтор отжать ее и тогда можно прекратить проигрывание с помощью клавиши старт-стоп как обычно если мы предварительно не выключим кнопку повтор то при нажатии кнопки старт-стоп у нас опять начнется воспроизведение пластинки сначала для демонстрации работы проигрывателя мы будем использовать вот такую громпластинку я ее по моему уже использовал в предыдущих обзорах эта громпластинка выпущена в 67 году как вы видите здесь из краткого обзора оркестр франк купер исполняет лучшие хиты шестьдесят седьмого года ну и в соответствии с законодательством российской федерации все фонограммы с этой громпластинки находятся в общественном достоянии а значит не нарушают ничьих авторских прав в заключении как обычно мы послушаем фрагмент пластин спасибо спасибо а 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 м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok